Искать черную кошку в темной комнате? Кто расчехлил свои зародометры? Информационно-психологическая спецоперация или объективные сводки с фронта? Кому верить и что делать? Хотим ли мы знать горькую правду или ну его все к Арестовичу? Подписывайтесь на наш ютуб канал, вам будет о чем подумать. Ведь без объективных новостей останетесь точно не сегодня. Помните, при каденции пятого президента Украины, то есть Порошенко, очень модно было лепить ярлыки? Агент Кремля израдных к любому, кто осмеливался критиковать политику банковой. А уж если речь шла о протестах, так и вовсе. Не расхитуй ты човна, а то Путин нападе. Так случилось, что Путин уже напал. И для этого ему не нужны были поводы в виде протестов малого бизнеса, которые в очередной раз тогда пытались пощипать. Ну или даже акции бойцов Азова. На России честно признают, к войне готовились 8 лет. И как помните, даже формальной провокации агрессор не делал. Просто начал бомбить мирные украинские города в 4 утра. Все по заветам Гитлера. Так вот, выбирая президента Зеленского, многие люди хотели себя наконец-то почувствовать в родной стране полноценными гражданами. Без навешивания ярлыков, травли и засовывания в мусорки. То есть была некая мечта о настоящем правовом государстве, свободе слова и демократии. Где преступником человека может назвать лишь суд, а предателем, лишь имея реальные факты, собранные СБУ. Но потом были закрыты решением СНБО телеканалы. Почему-то вместо законного механизма лишения лицензий через суды с аргументацией и законодательством предпочли упрощенку. Собраться в пятницу и решить. Из маленьких мелочей игнорирования закона рано или поздно вырастает тотальное беззаконие и беспредел. И рейтинги власти неуклонно снижались. Общество хотело выполнения обещаний. Например, создание условий для возврата домой всех зарабитчан. Миллионов людей, которые вынуждены жить в разлуке со своей семьей. И которые считаются одними из главных наполнителей бюджета страны, пересылая своим родным и близким миллиарды долларов ежегодно. Эти деньги тратятся в Украине и поддерживают ее экономику. Кстати, у этих людей, у многих есть паспорта ЕС, так как таким образом можно получить больше прав в качестве наемного работника от оплаты труда до медицинского полиса. После паспортных эпопеи с лишением гражданства Украины непосредственно наших граждан и дарования его хорошим русским, многие украинцы за рубежом напряглись. А вдруг их имя и будет тоже в том самом секретном указе, которое все исполняют, но никто не видел. 24 февраля 1922 года произошло обнуление отношений между властью и гражданами. Так и должно быть. Перед лицом настоящего агрессора, а не доморощенных агентов Кремля, Украина опять поверила президенту и в президента. Настоящий подвиг совершили ВСУ, нарушив планы кремлевских старцев на Блицкрик. Весь народ объединился и самоорганизовался. От отрядов теробороны, куда пошли записываться даже те офисные сотрудники, которые и в армии-то не были, до волонтеров, донаторов, военных парамедиков. Практически каждый стал винтиком единого механизма, о который ломала зубы русская военная машина, и благодаря которому вслед за кораблем отправлялась их новейшая техника и десятки тысяч мародеров и убийц, пришедших в нашу страну уничтожать и убивать нас как нацию. Безусловно, мы все верим в победу, и она будет за нами. Но сейчас пора бы уже говорить и какой ценой. Во время войны нельзя говорить плохо о своих никогда, даже если они неправы. Знакомая фраза. Ее автор Сергей Бодров. Да, тот самый, который создал культовые для постсоюза фильмы «Брат» и «Брат 2». Да, где про бандеровских гнид, которые должны были ответить за Севастополь. Кино снято убедительно. Оно полностью соткано из нарративов и штампов русского мира. И почему-то я уверена, что будь сейчас жив Сергей Бодров, он непременно бы занял нишу между Олегом Газмановым и Юлией Чечериной. Но к чему я его вспомнила? Да ведь это одна из скреп русского мира. С потерями не считаться. 24 марта этого года, спустя месяц после начала войны, Путин провел совещание по видеосвязи с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Александром Бортниковым. Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь дошла о потерях русских войск. И Валерий Герасимов охарактеризовал потери как существенные. На этом Путин перебил Герасимова и спросил, а что значит существенные? Не дождавшись ответа, Путин продолжил, что допустимые потери и 30, и 50 тысяч человек – это ничто по сравнению с теми целями, которые будут достигнуты после победы. Украина не может позволить себе и не должна воевать по такому принципу. Жизнь каждого нашего воина и каждого мирного жителя бесценна. Поэтому мы должны сейчас поднимать дискуссию о цене нашей победы. Об этом говорил в интервью генерал ВСУ Сергей Кривонос, обозначив самые проблемные моменты для нашей армии – от логистики до необходимости обучения новых потенциальных бойцов. О том, как годами разворовывали и недофинансировали оборонку. И, конечно, он эмоционально отреагировал, когда коснулся темы сдачи Юга и ситуации с бойцами Азова, которым дали приказ сдаваться в плен. Но процедура экстракшн пока не заработала. Да, это острые и болезненные вопросы. Неудобные офису президента и немного шокирующие для населения. Интервью имело большой резонанс. И вот появился пост Анны Малер, замминистра обороны, что высокопоставленный украинский военный в СМИ озвучил информацию, которая раскрывает стратегические планы ВСУ, и сейчас этим человеком будут заниматься спецслужбы. Журналисты предположили, что речь идет как раз о Сергее Кривоносе. Да, его спич – это холодный душ после Арестовича. Кстати, к самому успокоительному Алексею на Банково резко охладели. Но об этом не сегодня. Но неужели военной тайной становится любая информация о войне, кроме явных побед и готовящегося контрнаступления на Херсон? Кстати, глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в интервью BBC также призвал включить разум. Рассказал о практической стороне организации терробороны. Чтобы это не было раздачей автоматов всем желающим и расстрелом своих же граждан на блокпостах из-за отсутствия коммуникаций и порядка. Корбан сказал правильную вещь. Мы, народ, заслуживаем на правду. Пусть и горькую, но реальную картину. Советники офиса, консультанты и технологи, тысячи их, не могут бесконечно выдавать в информационное поле то, что люди хотят слышать. А после заявлять. Да, мы обманули, но это война и нужна ИПСО. Но информационно-психологическая спецоперация нужна против россиян, а не против украинцев. Конечно, после резонансного интервью Геннадия Корбана практически по одним и тем же лекалам начали информационно атаковать как украинские телеграм-каналы, связанные с Банковой, так и российские пропагандисты. Но стоит ли искать взраду там, где ее нет? Можем ли мы себе позволить не трезво смотреть на вещи, а рисовать ту картинку, которую бы нам хотелось? И да, в это время, пока в Украину вернулась большая политика, а значит, вечные холивары, поиски агентов Кремля и взрадники, все то, от чего тошно было еще три года назад, так вот, в это время за всех нас ежеминутно сражаются наши воины. И мы все должны сделать так, чтобы потом не было стыдно смотреть им в глаза, за какую страну они проливают свою кровь. Понимают ли здесь, как тяжело им там? Мы верим в ВСУ, верим в добро. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы говорим честно и без прикрас. И замолчать нас заставят точно не сегодня.